Герои Отечества Непримиримая позиция афганских маджахедов за поимку генерала Слюсаря и его голову обещала премию в 500 тысяч долларов. Военные операции под его руководством всегда отличались глубокой продуманностью и минимальными людскими потерями. Он знает, что на самом деле было в Афганистане. Да, есть, есть правда. А есть много, много, больше, больше искаженного. Больше искаженного. Для чего это делается? Я не знаю, для чего это делается. Ну, нужна правда. Однажды, показывая пальцем на звезду героя на его груди, кто-то спросил, от какой партии этот значок. Почему-то сразу вспомнилось детство, как они мальчишками замирали, глядя на идущих по городу героев Советского Союза. А как же ребята, погибшие в Чечне и Афгане? Мне начала сверлить мысль о том, что вот эти люди, получавшие герои, особенно посмертно, особенно семьи оставшиеся, они как-то у нас были находились в тени. Никто о них не говорил, и они оставались сами по себе. Так родился фонд поддержки героев Советского Союза и героев Российской Федерации. Первые встречи с близкими погибших проходили тяжело и надрывно. Даже бывалые офицеры не могли сдержать слез. Просто есть такая профессия – родину защищать. За исключением троих, остальных уже нет, вот этого ряда. В этом ряду половины уже нет. Альберт Евдокимович родом с Дальнего Востока. В Амурской области он прожил до 30 лет. Их у родителей было шестеро. Старший брат погиб во Второй мировой. Отцу пусть счастливилось вернуться живым. Кстати, папа дослужился только до обыкновенного ефрейтора. Какие-то были послушными, я бы сказал, понимающими вот эту обстановку. Я вспоминаю, как раз еще отец служил под Хабаровском, населенный пункт Фикцир. И вот мы туда в 45-м году, в начале 45-го года, ездили к нему. Особого воспитания не было, вспоминает наш герой. Просто представьте, города после войны. И в школах, и на улицах, и в училищах вернувшиеся из пекла герои. В таком окружении было не до хулиганства. Вот всем говорю о том, что я никогда ни о чем не мечтал. Я жил в состоянии таком, какая обстановка создавалась вокруг, в которой я находился. Вот в той обстановке я жил. Как многие мальчишки, увлекался голубями, велосипедом. И представьте себе гармошкой. В их стороне она называлась Тырла. Молодежь собиралась прямо у них во дворе. Во всяком случае, я вспоминаю вот это детство свое с большим удовольствием. Когда соседских мальчишек одного за другим забирали в армию, он просто знал, в следующую очередь его. И, признается честно, удивился, когда военком предложил закончить училище. Для меня это было как-то безразлично. Я, допустим, вот сейчас, вот ребят, которые я уже командовал училищем, и начинаешь над адаптным комиссией спрашивать, они это мечтали из пятого класса и так далее. У меня какой-то такой мечты не было. В 1958 году он становится курсантом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. И направили меня служить в 299-й парашидесантный полк 98-й дивизии города Беловорска. Среди сотен фотографий как раз самая невзрачная, одна из дорогих сердцу. На ней совсем еще молодой курсант Слюсарь совершает свой первый прыжок. На сегодняшний день их более 300. Каким-то чудом, словно специально для автобиографии, сохранились снимки и отчего дома, и школы, и мотоцикла, того самого, на котором он ездил к любимой, будущей супруге. Находясь в отпуске, в соседнем поселке, где-то порядка 18 километров, я на мотоцикле к ней, после того, когда помогу отцу, поедем, сено покосим, гребем его, копны сложим, сага сложим, и где-то часиков в 20-21 на мотоцикл и еду к ней. Его нельзя назвать романтиком. Не было ни цветов, ни безумных поступков. В курсантской среде как-то и не принято было. Нет, не было, я почему-то даже, вот себе даже, я иногда так вспоминаю, как он сейчас ухаживает, там, цветы, там, угощает, там, как, ну, помню, где-то в Благовещенске раз-два каких-то конфет купил. Уже в феврале 66-го офицер Слюсарь получает свою первую награду – Орден Красной Звезды. Он не скрывает, ему везло. В то время, как многие офицеры жили в палаточных лагерях и часто переезжали в бог знает какие условия, его молодой семье сразу выдали и комнатку, и нехитрый скарб. После окончания училища выдавали матрас, и вот этот матрас там все, все буквально выдавали тогда для первых, начало своей жизни, ну, не на жену, а только вот на тебя. В том числе даже матрасовку выдавали, чтобы им набить там соломы или ват или чем-то. В 69-м Альберт Слюсарь поступает в Академию имени Фрунзе в Москве. Как ни странно, но именно эти три года будут самыми трудными. Накануне у них умирается Нишка. Целых полгода нет возможности забрать жену с тремя маленькими детьми. Здесь очень были больные, вот эти двойнята, как раз там, малокровие, и только привез, и сразу их там положили в больницу в Москве. В Пскове он прошел путь от командира парашютно-десантного батальона до Комдива. Это отец, когда он уже приезжал ко мне в Псков, когда я уже был заместитель командира дивизии, это был 76-й год. Молодые воины называли Слюсаря отцом, бывалые офицеры, мудрым советчиком и требовательным командиром. Ситуация как раз складывалась таким образом, что развитие событий в Чечне, начали прибывать мои бывшие выпускники, докладывать обстановку, как идет война, как это безобразно все это делается, потом начали поступать погибшие, с училища мы однажды даже в один день пять человек провожали в гробах. В 81-м году Слюсар в числе других принимает участие в совещании воздушно-десантного состава. Вместе с товарищами они, как и полагается, по-русски провожают генерала Ачалова. Его назначают командиром той самой дивизии, которую решено отправить в Афганистан. Однажды в горах Афганистана чуть не замерзло мотострелковое подразделение, направленное блокировать отход крупной банды. Обманувшись жарой в зеленой зоне, солдат отправили в горы без зимнего обмундирования. Завязался бой, в котором подразделение неминуемо погибло бы, не выведя его из-под огня подоспевший батальон десантников. Слюсар вылетел на место сам, вернулся под вечер. Таким взбешенным этого человека ни до, ни после многие не видели. Правда, один-единственный случай до сих пор гложет его память. Действительно, я сам настоящий опыт совершил. Мы проводили большую операцию вокруг Кабула. И нужно было переместить командный пункт дивизии с одного места в другой. Командный пункт дивизии на технике перемещался, а я вылетел, чтобы реконструктор провести, куда, где разместить с начальником разведки. И приземлились мы на блокпост, который охраняли мотоцелки. Но мы не знали, какая система обороны, охраны там была. Вертолет приземлился, и мы, выходя из вертолета, слышим, что там кричат, там машут руками. Но я вначале ничего не понял, ну, что они там машут. А потом что-то меня заставило, опустило глаза вниз, и передо мной установлена граната Ф-1 на растяжке. Звание генерал-майора Альберт Слюсар получил в 42 года. В 44 он герой Советского Союза. К высшей награде Родины его представляли дважды за панширскую операцию и за разгром крупного бандформирования в 30 километрах от Кабула. За пять суток группировка была полностью уничтожена. С нашей стороны потеряли только одного солдата. Когда после службы в Афганистане Альберт Евдокимович Слюсар променял десятки блестящих, как многие считали, вариантов на командование училищем, никто из его окружения не удивился. Сегодня он выполняет почти два десятка общественных поручений. Даже в высших эшелонах власти рассчитывают на его мудрый совет. Редактор субтитров А.Семкин